Здравствуйте! Вы слышите меня? Да, мы вас слышим. Как правильно нужно молиться? На что нужно обратить внимание в молитве? Пожалуйста, если есть возможность, помогите, пожалуйста. Помогите, батюшка. Здравствуйте! В прямом эфире на телеканале «Спас» вы смотрите программу «Прямая линия ответ священника» и ее ведущая Александра Михайловская. Сегодня на ваши вопросы ответит отец Михаил Зазвонов. Батюшка, здравствуйте! Очень рада вас видеть. Я также хочу представить вам, нашего сурдопереводчика Неля Прянчникова, будет помогать нам этим вечером. Пишите и звоните к нам в прямой эфир, дозванивайтесь обязательно. И не забывайте присылать ваши вопросы по телефону, который прямо сейчас появился внизу ваших экранов. А также помните, что с прошлого понедельника формат нашей программы изменился. Теперь мы в эфире целых полтора часа. Уверена, у каждого желающего будет возможность и дописаться, и дозвониться до нас. И сделать это можно еще многими способами. Например, вы можете записать заранее и прислать нам свой видео-вопрос в WhatsApp по номеру 8495-626-8183. Ну а также нашего чат-бота в Телеграм найти очень легко. Для этого в поисковой строчке напишите два слова «ответ священника». Ну и также вы можете позвонить нам в Скайпе, также по этим двум поисковым словам «ответ священника». Ну и помните, что электронная почта у телеканала «Спас» также есть. Вопрос собачка «Спас» тв.ру. Ну и программа нашей, прямая трансляция нашей программы идет на «Спасовских» платформах в Рутубе, «Одноклассниках» и ВКонтакте. Сюда тоже заходите, пишите ваши вопросы. Мы с батюшкой все видим, все читаем и обязательно ответим на все вопросы, которые у вас есть. Но у нас есть батюшка уже вот так скоро, первый дозвонившийся до нас сегодня телезритель. Здравствуйте, мы вас слушаем. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Да, какой у вас вопрос для батюшки? У меня вопрос такого характера. У меня есть два крестника. Мне сейчас много, 86 лет. Я их крестила лет 50 назад. Но дело в том, что ни родители, ни крестники меня не признают. Вот, я не знаю, вот, а я их помню. А они не хотят признавать. Крестники вообще меня не знали. А родители со временем отошли от меня. Вот я не знаю, как вот быть. Я их помню, крестников. Вот, вот это грех мой или как мне тут находиться в каком состоянии? Спасибо за вопрос, батюшка. Что скажете? Ну, вольному волю, да, если родители, и тем более дети, я так понимаю, что они уже очень большие, да, за 50 лет-то, да, они уже самостоятельные, да, они сделали такой выбор, и их выбор надо, конечно же, уважать, безусловно. Но, естественно, сам человек, который был крестным, он должен вот то, что он обещал при крещении, выполнить в той форме, в которой он может это сделать на сегодняшний день. А в данном случае только молиться остается за них, да, и вручить в руки Божии вот эту ответственность, сказать, я все сделала, вот больше ничего не могу, только Господи вручаю тебе, чтобы ты их наставил, вразумил и не вменил мне греха, мое бездействие какое-то. Спасибо за ответ, батюшка. Следующий вопрос у нас из телеграммы от Надежды. Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, какую лучше молитву читать при алкогольной зависимости? Спасибо. Ну, традиционно уже по практике наши боголюбивые прихожане стараются читать «Неупиваемый чаш» Божьей Матери, да. Но на самом деле можно, конечно же, молиться кому угодно, вот, потому кому сердце подскажет. Господу, Пресвятой Богородице, святым угодником, молиться еще, например, в Анефатию, так как в его жизнеописании видно, что перед мученической своей кончиной он жил не такой уж, как порядочной жизнью. Злоупотреблял чревоугодия, безусловно. И так как это он пережил сам, а потом стал мучеником, то есть произошло в нем изменение, то, конечно, ему молиться, чтобы и с ними произошло какое-то изменение в лучшую сторону, чтобы они стали ближе к Богу. А вот скажите, вот такая, ну назовем это специализации святых людей, это вообще правильная история или неправильно все-таки делить святых на тех, которые помогают в той или иной жизненной ситуации? Здесь надо уйти от магизма некого. То есть мы просто видим, что в их жизни были ситуации, а по Священному Писанию, что искушаемый может и искушаемому помощи. То есть этот святой, он к тебе в этой проблеме ближе. И поэтому ты ему молишься, говорю, ну ты же знаешь, как это плохо. Помоги мне. А на самом деле можно молиться любому. Конечно, спасибо за ответ. Вопрос от Афонии. А можно, приняв таинство крещения и не посещать при этом церковь? Это не возбраняется ли? Спасибо за ответ. Возбраняется. Это же не клоунада, это же не цирк. В данном случае надо понимать, что крещение – это таинство, вход в церковь. Кто ты такой, что сделал шаг и остановился? Я всегда говорю, вот в данном случае, вот когда вы идете в магазин, да, вы для чего идете? Просто прогуляться или что-то там приобрести, продукты. А тогда подумайте, вот вы дошли до магазина, подержали ручку, будь она, может, красивая или некрасивая, неважно. А потом развернулись и домой пошли. То есть в этом нет никакого смысла. А вообще со стороны скажут, ну какой-то странноватый человек. Что-то он несерьезный. Если человек все же себя уважает и как-то себя считает серьезным, он должен принимать ответственные шаги в своей жизни. Если решил креститься, изучи Бога, в честь кого ты будешь креститься, чего он учил, чтобы это было, сладни твоему сердцу и исповедуй эту веру, и живи в ней. Согласна с вами полностью, да. Да. Вопрос от Марины. Из телеграмма. Здравствуйте. Я познакомилась с мужчиной и знала при этом, что он женат, сама в разводе. Мы встречались 4 месяца, я забеременела. Делать аборт не стала. Надеялась, что он разведется с женой. Детей у них нет. В итоге, когда дело дошло до развода, он мне заявил, что венчаный. Батюшка, пожалуйста, подскажите, нужно ли ему развенчаться, чтобы развестись с женой? Спасибо. Ой, беда у обоих. И, к сожалению, беда в головах. Потому что сразу с самого начала здесь лежит грех в этой основе. Развенчивайтесь, не развенчивайтесь, без сугубого покаяния делу не поправить. В этой истории только одно благо, что появился человек в этот мир. То есть в результате этого будет еще один человек. Да, к сожалению, в основе лежит грех. Но тогда ответственность родителей должна быть сугубая. К сожалению, если что-то раскололось, то можно соединить это только через сугубое покаяние. Поэтому обоим этим людям, мужчине и женщине, стоит немедленно просто прийти в храм, изложить священнику свою проблему и начать. Если мужчина сможет еще соединиться с своей семьей, то тогда он должен соединиться со своей семьей, несмотря на рождение ребенка. Если же там уже невозможно соединить ничего, тогда да, надо создать новую семью. Но после сугубого покаяния, и тогда уже священник решит, как он будет, даст через какое-то время после эпитемии благословение на повторный брак или нет. Но в легкомыслии начинать новую семью в любом случае не стоит. Только через тяжелое покаяние. Батюшка, напомню вам и всем нашим зрителям, что можно не только писать или звонить нам на программу, но и записать заранее, прислать нам видео вопрос. Как раз такой у нас уже имеется. Давайте обратимся к нашей видеостине и посмотрим его. Здравствуйте, батюшка. Здравствуйте, ведущая. Такой вопрос у меня. Я тут немного поразмышляла. Из всей массы человечества не такой уж большой процент людей стал святыми, прославленных в лике святых. И у меня вопрос, обязательно ли это условие для наследования Царствия Небесного? Ведь в Библии сказано, что ничто нечистое не войдет туда. Вот. Такой вопрос. Нужно ли становиться святыми или это невозможно? И вообще является ли это обязательным условием для наследования Царствия? Спасибо большое за ответ. Привет, Библия. Спасибо. Ну, лучше, конечно же, становиться святыми. Это было бы замечательно. Единственное, что когда мы говорим о святых, то есть мы проразмеваем, что это не только наследники Царствия Небесного, но и чрезмерные труженики ради Царствия Небесного в этом мире. То есть они сделали что-то такое, что даже и для всех других обитателей Царствия Небесного что-то чрезмерно. И они находятся на каком-то особом счету. Вот. Потому что Господь сказал, что в обители Отца Моего много различных обителей, да, в Царстве Отца Моего. Поэтому эти святые, они как образцы той высокой планки, к чему мы должны стремиться. А Царствие мы наследуем, когда мы стремимся к этой планке. Потому что хвалят любого человека, который стремился, но не получилось что-то, но он стремился. И уже замечательно. Поэтому очень хорошие слова в слове Иоанна Златоустого на Пасху, когда он говорит, что и постившийся, и не постившийся, и трудящийся, и ленивый. И все спешите к Господу, потому что он милостивый, и уже все готово. И он целует первого и последнего, и одинаково дарует каждого. И вот мы должны стремиться к этому. И Господь, видя наше стремление, даст нам это обещанное Царствие. Это точно. Спасибо большое, отец Михаил. И сейчас мы прервемся на короткую паузу, но не переключайте канал, ведь совсем скоро мы продолжим. Вообще торжественная книга. Это такая оратория. Там много оркестровых тем, там очень много голосов, очень много инструментов. И там хороший режиссер. Что касается сценария, то кому не знать, как ни человеку, работающему в кино и на ТВ, что от сценарного плана всегда есть отступление. Всегда есть замедление, ускорение. Всегда кто-нибудь фальшиво испортил свою партию, нужно переигрывать все заново. Поэтому если это сценарий, если это партитура, то не думайте, что все будет исполняться вот прям как по нотам, как бы, что мы держим в руках некий график исполнения событий. Графика в руках у нас нет. У нас нет дорожной карты происходящих событий. Мы имеем таинственную книгу, которая может двигаться вперед и назад, потом опять назад, потом еще больше вперед. И как сильно ошибались все те, кто пытались объяснять буквально апокалипсис, и находить в нем историческую схему уже произошедшего. Это всегда не так. Там нет про вакцины, там нет про печати, там нет, вернее, про печати есть. Там про антихриста, да, страшного суда там нет, там есть суд. Вот, но на самом деле там есть про все. Там есть про то, как человек отвращается от Бога, обращается к Богу, вразумляется казнями, не вразумляется ими. Там, в общем-то, это книга о человеке. И мы много страшного узнаем о человеке, и много великого. О том, какой он может быть небожитель, живущий на небе, и какой может быть враг, Господень, кусающий себе язык от злости, все-таки упорно не хотящий покориться сидящим на престоле. То есть это откровение в том числе о человечестве и о человеке. Апокалипсис Святые Святые – это обычные люди, но которые проводили свою жизнь в постоянной молитве, посте, воздержании, в исполнении заповедей Божьих, и таким образом угодили Богу. За это они получили от Господа особые дары – исцеление, пророчество, чудотворение, и после своей кончины удостоились Царства Небесного. Избыток любви, явленной святыми в земной жизни, подвигает их и на небе быть ходатаями за всех людей перед Богом. Святые отцы – это подвижники и учителя, праведники Христовой Церкви, прошедшие в земной жизни деятельный путь очищения от страстей и оставившие людям свои поучения и советы. Это итоговая программа «Главное». События недели, о которых говорят все, и то, что увидели только мы. «Главное» с Анной Шафран. По воскресеньям. Подпишись на «Главное». Как говорил наш Мичман, незаввенный криворучка, уходим по одному, если что, мы геологи. Авторский цикл Никиты Михалкова «Бесогон». По воскресеньям. Мы – Михаил и Екатерина Башкатова. Мы отправляемся в путешествие по православным святыням Северного Кавказа и Ставрополья. Очень красиво. Это фантастика. Здесь христианство было и остается неотъемлемой частью духовного и культурного наследия. Это первый храм, который казаки построили на территории современной Карачао-Черкесии. Мы откроем для себя множество жемчужин этих древних земель. Это южная стена города, а северная стена вот от той горы до реки. Мы заберемся в горы к уединенным храмам. Это чудо, конечно, это какое-то невероятное. Но вообще невозможно оторваться. Вперед к святыням России. Святыня России с Михаилом и Екатериной Башкатовыми. Священники-добровольцы отправляются на разные участки фронта, чтобы поддержать военнослужащих. Приходилось молиться во время боя? Да. Я тогда молился. Потому что... Ну, на лутике. Программа «Прямая линия. Ответ священника» снова в эфире. Напомню, что на ваши вопросы сегодня отвечает протеерей Михаил Зазвонов. А дозвониться и написать к нам можно сразу несколькими способами. Ну, во-первых, есть телефон горячей линии. Этот номер вы видите сейчас внизу ваших экранов. Также можно позвонить нам в скайпе. Для этого в поисковой строчке набирайте два слова «Ответ священника». Ну, и вы можете записать заранее и присылать к нам свой видео-вопрос. Например, в WhatsApp на номер 8495-626-8183. Батюшка, а вопрос как раз у нас есть из WhatsApp. А «Доброй ночи» запланировала покупать автомобиль первый в своей жизни. До этого не было машины и нет опыта вождения. Но не могу найти автомобиль под свой запрос. Сначала резко цены выросли, потом повысили ставку по кредиту. Да и выбора из поддержанных автомобилей вообще нет. Вообще, с каждым месяцем поисков появляются новые проблемы. Можно ли эти препятствия считать знаком свыше, что Бог мне говорит, не нужно тебе водить? Что скажете? Ну, может быть и так, а может быть мало молились. Я вот когда хотел тоже приобрести, улучшить жилищные условия, да, тоже думаю, вроде бы все сочетал, все не получалось. Начали молиться, успокоился, смирился. Год молились. И потом Господь все раз и разрешил в нужную сторону. Ну, год переживания, год сего. Потому что, если доверишься Богу, то Он действительно все и управит. Если не дано водить, если действительно Господь хочет показать, что это не ваш путь, то тогда вопросов и не будет. Вот знаете, как получилось, вот у моей супруги так получилось. Вот, расскажите. Да, я ей говорю, ну давай научись водить. Она пошла, все платили, выучилась, остались экзамены. И документы я передал через своего знакомого. Говорю, ну вот отнесите в ГАИ для оформления прав. Вот, и что-то нет и нет, нет и нет. Мне неудобно, вроде человек достойный, хороший. И как-то я ему позвонил, я говорю, ну а что там с правами? Он говорит, не отдам. Я говорю, как? Я не хочу, чтобы с твоей супругой что-то случилось. Мы с супругой так подумали, мы думаем, ну раз такое дело, ну и ладно. Так она осталась без прав, но она не переживает. Ну вот так, если Господу что-то нужно, то там будет какое-то радикальное такое решение. То есть этот человек никак не объяснил подробнее, почему он думает, что она не справится. Мы его очень любим, и у нас очень такие тесные отношения. И он сказал отец Михаилу, никогда. Ну я думаю, ну раз он так сказал, потому что он сказал ведь от любви, значит тут тоже точно что-то пришло свыше. Мы успокоились, и ничего не тужим, и все хорошо. Ну интересная история, спасибо, что поделились. А у нас есть еще один звонок сегодня. Здравствуйте, мы вас слушаем. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Алло. Да, вы в эфире, говорите, пожалуйста. Говорить, да, да. Алло, алло. Да, алло. Добрый вечер, батюшка и ведущая Александра. Добрый вечер. Батюшка, я хотела вам... Алло, да, я слушаю. Говорите, пожалуйста. Вы меня слышите, да? Да, прекрасно слышим. Я хотела батюшке задать такой вопрос. Я, в общем, внучке... У ней крестик носит она с цепочкой, но она не освещала. Она мне сказала это. Я взяла три раза, почитала отче и покропила хрященской водичкой. Вот это естественно или нет? Если есть возможность, то, конечно, наверное, хорошо бы вместе с внучкой прийти в храм, попросить священника, чтобы он при них осветил этот крест, благословил внучку, поговорил бы с ней, с вами. Еще бы замечательно было, может быть, она и поисповедовалась, и приступила к причащению святых христовых тайн. Потому что зачем мы крест носим? Что свидетельствует, что мы живем христианской жизнью, что мы христиане. Если только это как талисман или как просто украшение, ну, мне кажется, тогда лучше найти другие украшения, может, даже лучше и красивее. Но если мы уже взяли крест, то хотя бы мы должны сделать максимально, что от нас зависит, приложить это к естественной христианской жизни. Это точно. Спасибо, отец Михаил. У нас есть еще такой вопрос. Нужно ли креститься, если не уверен, что крещен? Ну, вот бывают такие ситуации, люди нам часто о них пишут, что крестили, когда был человек очень маленьким, он не помнит этого. А бабушка, например, то ли крестили, то ли нет, тоже уже так запамятовала. Что в таком случае делать? Нужно сделать все возможное, чтобы узнать. Если уж наверняка ничего не получается, лети к священнику и сказать, изложите эту ситуацию и креститься. Спасибо. Напомню, что написать нам можно еще и на электронную почту вопрос собачкаспастовая.ру и вопрос как раз оттуда следующий. Добрый вечер. Не могу ходить в храм без денег. Еще работаю, иногда совсем нет денег и не причащаюсь по этому. Как быть? Надо идти в храм и причащаться. За причастие денег не просят. Да, да, да. Но вообще деньги как-то с храмом совершенно никак не связаны. Господь говорит, милости хочу, а не жертвы. Милости хочу, а не жертвы. Золотые слова. Спасибо. А у нас есть звонок еще и по скайпу сегодня. Давайте обратимся к нашей видеостине. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы уже вас видим. Какой у вас вопрос? Я тут его записал на бумажку, чтобы прочесть и чтобы было все нормально. Здравствуйте, ведущий батюшка. Объясните мне, пожалуйста, на наших телеканалах есть передачи, где люди танцуют, поют, смеются, как передачи сибирские пельмени. И в это же время у нас в России убивают женщин, младенцев и детей и парней. Мы действительно православные или только на бумаге. Ведь в России, в российском государстве утвердило, что Бог есть. Значит, мы должны оказаны жить кромнее. Вот у меня вот такой вот вопрос. Как долго будет это продолжаться? Ну, просто вот интересно. Наша скромность. Когда она проснется вообще? Спасибо за вопрос. Батюшка, видите, какой крик души буквально нашего телезрителя. Ну, конечно же, если следовать статистике, то получается, что мы православные на бумаге. Потому что если таких воцерковленных людей, 5%, наверное, максимум, да, которые регулярно ходят в храм. Ну, из 100. Какое же наше государство тогда православное, если только 5%? Получается какое-то религиозное меньшинство. Но это я говорю о том, что люди регулярно причащаются, как заповедует эта церковь. Второй момент по поводу развлекательных программ в телевидении. Ну, слава Богу, у нас есть свобода выбора. Конечно. И кнопочка на пульте, да, которую можно отключить или не отключить. То есть они никак могут не влиять. Развлекательные программы нужны. Конечно же, нужны, потому что иногда люди бывают малодушные. То есть у них сгрустнулось что-то. И они могут включить и немножко успокоиться. В этом плане даже будет польза. Поэтому я и говорю, что у нас есть кнопочка важная. Но много в праздности находиться нельзя. Иначе расслабляется душа. Все в меру должно быть. Все можно, но не все полезно, как говорит нам апостол Павел. Поэтому каждый из нас делает выбор. Что касается убийства детей, нерожденных детей. Да, это бич нашего общества. Это страшно. Мы должны переживать. И каждый из нас должен нести какую-то лепту. Не просто поговорить об этом. Но и помолиться за наше руководство страны. Чтобы оно как-то влияло, принимало те православные решения, которые нужны для укрепления нашей веры. Помолиться за всех тех людей, которые, к сожалению, гибнут. И действительно творят вот эти бесчинства. Помолиться за все наше общество. Чтобы Господь даровал благодать свою. Чтобы у нас были силы преобразиться и стать тем богоизбранным народом, которым нас призывает Господь. Мы молимся за богоспасаемую страну нашу российскую. Вот чтобы она была действительно богоспасаемой, должны спасаться люди. И вот здесь надо начать с себя. Вот это очень важно. Начните с себя, дорогие мои. Замечательный совет, батюшка. Спасибо вам большое. Ну а мы сейчас прерваемся на короткую паузу. Не переключайте канал. Игорь Петровский Тест на правду Книга «Имя России. Духовная история страны» известного журналиста и телеведущего Бориса Корчевникова уже в продаже. Историю пишут двое – Бог и человек. История – это откровение. О Творце, Его замысле и о нас самих. Кто мы и что можно понять про нас, поняв нашу веру? Понять логику Творца, смысл, причины и цель всего, что с нами происходило и происходит, значит понять Россию. Значит назвать имя России. Информация о продаже книги Бориса Корчевникова «Имя России» на сайте спас.тв.ру Был момент, когда я хотел с жизнью расстаться. «Двенадцать». Первый на телевидении проект о борьбе с алкогольной зависимостью. И вы сделали свой первый шаг. Вы приехали сюда. Телеканал «Спас» при поддержке Синодального отдела по благотворительности в рамках нацпроекта «Демография» представляет третий сезон телецикла «Двенадцать». У нас есть возможность рассказать о вашем пути преодоления. «Двенадцать новых героев решили изменить свою жизнь». У него умер отец, я сильно запил. Ночью кушку вечером, норма моя была обычная. Смогут ли они найти в себе силы преодолеть зависимость? «Вы действительно готовы?» «Да, готовы». «Тогда с Богом». «Девенадцать дней. Двенадцать добровольцев будут пытаться преодолеть зависимость, которая чуть не сломала их жизнь». «Двенадцать». Книга по проекту телеканала «Спас» профессор Осипов. «Зачем Бог?» Ответы на главные вопросы веры. «Двенадцать. Что такое там? Что там творится? Это божественное писание. Как человеку не запутаться в этом? Есть гнев и слога, есть гнев и любви. А как человеку научиться молиться? Иисус в себе само исцелил человеческую природу». Ищите на книжных полках страны и на сайте спас.тв.ру «Вера». «А какое счастье ходить всей семьей на службу». «Надежда». «Что Господь, вот Он, вот Он рядом». «Терпение». «Слово не значит ничего, а значит только, как оно рождается». «Прощение». «Прощать мы должны в том числе и тогда, когда у нас прощения не просят». «Любовь». «А о чем еще писать-то по этому? О самом главном». «Авторская программа Владимира Легойды Парсуна». «Теперь и на страницах книги». «Любое творчество серьезно понятое – это собеседование с ним». Откровение известных людей о Боге, о вере, о личном. То, о чем они никогда раньше не говорили. В новой книге телеканала «Спас» собраны избранные интервью Владимира Легойды с актерами, учеными, священниками, режиссерами и многими другими. Подробную информацию о книге Парсуна ищите на нашем сайте spastv.ru «Его знает близко почти каждый человек в церкви, но найти точные слова, чтобы описать его, сложно. В Библии он и огонь, и свет, и голубь, и сильная буря, тихое дыхание ветра». «Дух приходит, как свежий ветер. Дух святой». Программа «Прямая линия. Ответ священник» снова с вами. Напомню, вы можете дозвониться к нам в прямой эфир. Сделать это можно по телефону горячей линии, которую вы сейчас видите внизу ваших экранов, а также позвонив к нам в скайпе по двум поисковым словам «Ответ священника». Ну и помните, что прямая трансляция нашей программы идет сразу на нескольких спасовских платформах – в Рутубе, Одноклассниках и ВКонтакте. Туда тоже пишите под постами вопросы. Мы с батюшкой все видим, все читаем и с удовольствием на них ответим. Батюшка, следующий вопрос у нас из почты. Такой. «Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, православная девушка выходит замуж за мусульманина, и у них будет никак. Влияет ли это на веру девушки? Она остается по-прежнему православной или нет?» Я много встречался со случаями таких браков между мусульманами и православными. К сожалению, большинство из них ничего хорошего не привели ни к чему хорошему. Потому что все же мусульманская традиция, она предполагает, чтобы обязательно дети были мусульманами. И я понимаю их, конечно же. Вы знаете, что у них очень такое требовательное к этому отношение. И если девушка думает до брака, что нет, все получится, сейчас все современные люди, то нет. Все же влияние на мусульман старого поколения, оно будет постоянно. А если вот любовь у тебя, батюшка? Ну, знаете, что, веру терять? Приступать к этому. Я очень уважительно отношусь к мусульманам, да. Я даже уважаю за этот вот их принципиальный момент. Ну, тогда у нас тоже должен этот момент быть принципиальным. Если ты своим детям по твоей вере уготоваешь гиену огненную за предание веры, тогда иди, тогда не называйся православной христианкой. Или же брачный договор, где ты не будешь принимать, значит, обряды другой веры, и твои дети будут воспитываться в православии. Вот если такой брачный договор есть, пожалуйста. Но тогда следуй этому брачному договору и не смей никогда его приступать. Иначе ты веру потеряешь. Да. При всем уважении к мусульманской вере, они правильно поступают. Правильно. Ну и мы должны тоже поступать правильно. Спасибо, отец Михаил. А у нас есть еще один звонок. Здравствуйте, мы вас слушаем. Алло. Здравствуйте. Алло, я могу говорить, да? Можете, конечно. Говорите, пожалуйста. Алло, алло. Мы вас прекрасно слышим. Говорите, пожалуйста. Так, я, Надежда, мне скоро 19 лет. Я очень переживаю этот трудный период. Я ничего не могу делать. Ну, книжки я иногда читаю, но целый день я не могу читать. Ну, и иногда я со своей сиделкой могу поиграть в карту. Без денег, просто так, до очка. Скажите, это грех, большой грех. Подскажите больше. Ну, все время читать книги православные, наверное, невозможно. То есть, конечно же, должна быть доля досуга, да, определенного. Я не знаю, я не игрок в карте, да. Если в этом есть зависимость, то тогда, наверное, не стоит это делать. А если это какая-то досуговая практика, не связанная с пороком, ни с чем-то еще, наверное, это возможно. Отличный ответ. Следующий вопрос у нас такой от Кирилла. Добрый вечер. Подскажите, как любить неверующую тещу? Живем вместе. Спасибо. Как любить? Ну, как же? Исполнять заповедь о любви. Как самого себя, безусловно. Ну, а как же, мы должны всех любить, неважно, тещи это не тещи. Тем более, наверное, тещу надо любить, потому что она близкий человек. Свекровь родная кровь, да. Теща тоже друг семьи или что-то еще. Но все равно семья. Конечно. А самое главное, тем более, надо любить, потому что, если в любви будешь, она будет золотая. И много тебе помощи предоставят. С тещей всегда надо любить. Найти общий язык. Вот, это очень важно. По крайней мере, очень постараться. Кирилл, спасибо вам за вопрос, а вам, батюшка, за ответ. Напомню, что к нам можно не только позвонить или написать, но также записать заранее, присылать нам видео вопрос, например, на номер WhatsApp. 8495-626-8183. И кто-то сегодня это уже сделал. Давайте обратимся снова, батюшка, к нашей видеостене. Добрый вечер, ведущая. Добрый вечер, батюшка. У меня такой вопрос. Я молюсь православными молитвами, но мне иногда хочется написать Богу. То есть, у меня такой есть специальный блокнотик. Я пишу своими словами какие-то благодарности, просьбы. И зачитываю потом ему, как бы, да. Это вообще можно делать? Правильно это? Писать Богу? Или все-таки надо как-то говорить от сердца? Но мне кажется, именно я, когда пишу, у меня какая-то честная мысль от сердца. Напрямую как-то, да, я зачитываю потом ему. Благодарю вас за ответ. Дочка, у нас такого вопроса еще не было. Мне здесь вспомнился случай, я уже сейчас не припомню. Ну, якобы священник заходит в храм, а в храме девушка танцует. Он с возмущением, она говорит, я балерина. Я самое лучшее, что могу делать, это танцевать. И я, когда увидела иконы Бога, я захотела ему отдать самое лучшее, что я могу. И тогда священник ее не отругал. Ну, конечно же, наверное, это не следует, что все наши трупы большого театра балетные должны сейчас в храмах танцевать. Это просто порыв такой был у девушки. Я думаю, что священник с ней потом поговорил, чтобы научил ее другим формам, которые она должна делать. Вот. Но вот по случаю вот этого вопроса мужчины, я думаю, что да. Наверное, это возможно, если человек чувствует, что ему легко. Ведь вот он от сердца пишет. Конечно. Да. Пусть молится и своими словами от сердца, и пусть пишет Богу, и потом читает это все. Все, что благо Господу, все Господь приемлет. А еще очень важно, хотел бы посоветоваться, что есть такой замечательный спектакль. Он в разных, значит, формах был. Моноспектакль Алиса Френдлих играла, значит, в Ленкоме. Это «12 писем Богу» или «Оскар и розовая дама». Посмотрите, он, по-моему, есть в свободном доступе, удивительный, когда маленькому мальчику, который, увы, умирает, у него осталось 12 дней, вот волонтер предлагает поговорить с Богом об этой проблеме, о проблеме жизни и смерти. Потому что мальчик говорит, как же так? Я же не жил. И вот эти «12 писем Богу» изменили жизнь мальчика, и он, конечно, совершенно по-другому воспринял проблемы смерти и жизни. Очень интересно. Спасибо. Следующий вопрос от Ольги. Добрый вечер, батюшка и ведущая. Мне 46 лет, я ни разу не исповедовалась и не причащалась, но очень хочу. «Смущает то, что когда стоит очередь на исповедь, сзади стоящие могут слышать то, что говорит батюшке человек. А люди ведь открывают Богу душу, нет ощущения тайны. Это меня останавливает, хотя душа очень просит этого». Что посоветуем в такой ситуации? Говорить потише, да, прежде всего. Но я думаю, что раз человек долгое время не исповедовался, не надо идти в храм, когда много людей. Я бы даже лучше бы пришел сначала в храм и просто подошел к батюшке и сказал, «Батюшка, я первый раз, но сейчас я понимаю, что и времени у вас нет столько. Вы мне время назначите, чтобы мы спокойно с вами поговорили, потому что я должна изложить вам всю свою жизнь». И тогда священник назначит время и спокойно, уже, может быть, без свидетелей, можно действительно искренне исповедоваться. Желающие ищут возможности, нежелающие причины. То есть никакие причины не должны нас от любви Божией оградить. А, кстати, это очень интересный вопрос, батюшка. Знаете, в каком плане? Может быть, мы чаще и правда должны задумываться и говорить друг с другом о том, как уважительно по отношению друг к другу надо вести себя в храме. Что иногда надо правда понимать, что человек хочет поделиться с батюшкой чем-то сокровенным, отойти чуть подальше, не обязательно стоять вплотную и ждать своей очереди. Что не стоит лишний раз делать замечания человеку в храме, если он вдруг крестится не так, как мы привыкли, или подходит к иконе. Потому что такие вопросы тоже регулярно приходят к нам на программу, и об этом тоже, как мне кажется, важно говорить. Ну, во-первых, если ты стоишь в очереди, и тебе слышно какие-то грехи того человека, значит, ты должен сделать ровно столько шагов назад, чтобы не слышать. Иначе это грех. Спасибо, что сказали это. Следующий вопрос у нас. А вот давайте вопрос возьмем от Натальи. Добрый вечер. Церковь не приветствует разговоры о снах, сновидениях, толкованиях снов. Но православная христианская история знает много случаев чудесного обретения икон во сне, необходимости основания храма, монастыря приснившемуся. Как принять такое разнополосное отношение к сновидениям? Благодарю. Вот если читать внимательно все эти связанные со снами в жизнеописании святых случаев, то, как правило, там было несколько раз повторение. Потому что с первого раза не было доверия этим снам. И это правильно. Потому что, действительно, если мы только начнем как-то обращать внимание на сны, мы такие выводы сделаем. Такой магизм, да, можно раскатиться. Да потом, что нам в основном снится? Ну, совершенно белиберда нашего подсознания. Смесь всего. Мы там и летаем, и что только не делаем. И вообще все время в страхе, в суете и тому подобное. А, действительно, поэтому святые отцы ко снам имеют такой универсальный рецепт. Снам надо доверять только тогда, когда они приводят нас к покаянию. А вообще этот рецепт связан с тем, что вообще все, что угодно приводит к покаянию, все то хорошо и замечательно. Потому что мы становимся ближе к Богу. Вот буквально записывайте, дорогие наши зрители. Звоните к нам, пожалуйста, в прямой эфир. Ведь мы продолжим отвечать на ваши вопросы сразу после короткой паузы. Может ли этот платок быть туринской плащаницей? Как изображение появилось на полотне? Какую роль образ Спаса Нерукотворного сыграл в истории России? Спас Нерукотворный. Так христиане называют образ Иисуса Христа, который появился благодаря чуду. Иконописцам оставалось лишь копирно, то, что стало архетипом. Пиралы, которые напоминают нам раны от гвоздя. Скульптура позволяет нам увидеть, каким был Иисус, когда его перенесли в пещеру. Образ особенный, непостижимый. Все Евангелие в одном изображении. Спас Нерукотворный. Неразгаданный образ Христа. Вера. На этом месте почти 700 лет назад будет заложена Церковь в честь Пресвятой Троицы. Так начнет свою историю Троица Сергия Валабра. Духовное сердце России. Вызовы. Частичная военная мобилизация. Если для резервистов она и вправду частичная, то для верующих людей наступила мобилизация полная. Человек. Мы находимся на территории Храма Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке. Именно за его алтарем и похоронен отец Дмитрий Смирнов. История и будущее. Достижения и ошибки. Герои прошлого и современники, которыми мы гордимся. Мы ответственны за будущее нашей страны. Точно так же, как было ответственны Александр Ницкий и Данил Галецкий. Разгадать русскую тайну. Как и почему Москва стала центром православной России? Что такое духовная мобилизация? И почему так важно знать историю своего народа? Это «Русский мир». Программа не о политике, а о каждом из нас. Когда надо крестить ребенка. Определенного времени для совершения таинства крещения младенцев церковными правилами не установлено. Православные христиане обычно крестят своих детей в период с 8 по 40 день жизни. Откладывание крещения детей после 40 дня рождения нежелательно. Это свидетельствует об отсутствии веры у родителей, лишающих своего ребенка благодати церковных таинств. Для того, чтобы окрестить ребенка, надо узнать расписание совершения крещения в храме и прийти к назначенному времени. Принести с собой крестик, желательно на ленточке, крестительную рубашку и полотенце. Для младенцев обязательно крестные, которые должны быть крещеными и верующими. Евангелие говорит, что у каждого человека в мире есть ангел-хранитель. Крещение дает возможность особенно глубокого и серьезного общения человека и ангела. Возможность ангелу вести человека ко спасению, оберегать его и наставлять. Человек становится способен к некоему духовному слышанию, духовному разговору со своим небесным покровителем. Это итоговая программа «Главное», события недели, о которых говорят все, и то, что увидели только мы. «Главное» с Анной Шафран. По воскресеньям и на нашем Рутюб-канале. Книга «Имя России. Духовная история страны» известного журналиста и телеведущего Бориса Корчевникова уже в продаже. «Историю» пишут двое – Бог и человек. История – это откровение о Творце, Его замысле и о нас самих. Кто мы и что можно понять про нас, поняв нашу веру. Понять логику Творца, смысл, причины и цель всего, что с нами происходило и происходит, значит понять Россию. Значит назвать имя России. Информация о продаже книги Бориса Корчевникова «Имя России» на сайте спас-тв.ру Третий спас – хлебоприпас. Господь приложил в полотенце к своему лику. Вот там отпечатался его лик. Это была первая икона Иисуса Христа. Это праздник возношения Богородицы. Я сейчас... Программа «Прямая линия. Ответ священник» снова с вами. Напомню, что на вопросы сегодня отвечает протоиерей Михаил Зазвонов. Батюшка, вопрос у нас из ВКонтакте от Алексея. Добрый вечер. Моя невеста постоянно меня обзывает, но называет себя верующим человеком. Как мне теперь быть и любить ее? И что мне вообще делать, если я ее люблю? Вот такой непростой вопрос. Надо всегда проговаривать. Вот это очень важный момент. Надо сказать в спокойной обстановке, сказать, что вот это мне не нравится. Давай мы с тобой договоримся, что так больше не будет. Называй меня там как угодно, но только не какими-то такими словами. Не сквернословь. А вот это очень важно. И надо здесь самую главную тему затронуть. Что раз возникают эти моменты, следовательно, в семье есть кризис. Потому что просто так человек не будет называть. А в кризисе всегда виноваты двое. Поэтому нужно посмотреть, что я могу изменить себя. И потом это проговорить с человеком. Если там человек не собирается меняться, значит, нужно в какие-то другие моменты обращаться, может быть, к священию. Обратиться, раз человек верующий, следовательно, у него должен духовник быть. Может быть, встретиться с этим духовником, поговорить, в чем проблема. Может быть, действительно сам виноват, но не вижу пока. И, может быть, священник скажет, обрати внимание на этот момент, на второй, на третий. Если дорого тебе эта семья, если действительно любишь, то постарайся сделать все возможное, чтобы ее сохранить. Борис. Спасибо, батюшка. Напомню, что можно написать к нам еще и на почту. Почта у нас довольно простая. Вопрос собачек из pastovay.ru. Следующий вопрос как раз от Елены из почты. Батюшка, как побороть ненависть к человеку, с которым не общаешься и который ничего плохого тебе не делал? Как только вижу его или слышу что-нибудь о нем, завожусь. Все внутри дергается, злюсь и ругаюсь с ближними. Надо простить. Вот здесь нужно понимать, что простить – это некая методика все же нашему. Если я человек верующий, то мне проще, потому что я читаю молитву «Отче наш». И там есть такие слова. «И прости мне долги мои, как я прощаю должников своих». Значит, если не прощаешь, то тогда читай в молитве так. «Не прости мне долги мои, потому что я не прощаю должников своих». Попробуй, прочитай молитву «Отче наш» с такими словами. Но если ты человек не настолько воцерковлен, то тогда ты должен рассуждать. А ведь действительно, если ты не можешь простить, значит, есть за что. Во всяком случае, тебе кажется так. Смотрите, автор вроде как пишет, что человек ей не сделал ничего плохого, но мы не можем в это поверить вот так просто. Ведь если есть какая-то агрессия в сторону человека, значит, что-то между вами случилось. Что-то было, может быть. Но сейчас, наверное, человек уже не помнит о тех негативных явлениях, но они где-то там сидят. А чувство осталось, да. Поэтому раз такое есть, значит, нужно сказать, если есть за что не прощать, следовательно, тем более этого человека надо пожалеть. Ведь тогда он грешник, тогда он идет в ад. А это никому не пожелаешь. Поэтому надо рассуждать так и думать, Господи, помоги ему. То есть пожалеть сначала, потом помолиться за него, чтобы Господь как-то вразумил его. А если ты начал молиться, то тогда уже еще третий момент. Постарайся тогда уже простить его, чтобы избавить хотя бы от той вины, которая связана с тобой. Вот. Максимально говори себе каждый день прощаю, прощаю, прощаю. Это не просто так будет. Не просто. Надо стараться. Это может быть ни день, ни два, ни месяц, ни год, может быть. Но это нужно к этому идти. А потом, когда ты простишь, полюби его. Потому что каждого человека надо любить. Ведь заповедь возлюбить ближнего, как самого себя. То есть не прощаешь, не любишь, тогда такое же отношение к себе. Вот. Не хочешь пожелать ему там питания хорошего, тогда и сам не ешь. Что-то еще. Но вот так надо рассуждать, для того, чтобы себя заставить простить. Иначе ты не исполнишь большую заповедь. Возлюби ближнего своего. Тогда ты уже пойдешь вместе с тем человеком туда, куда даже страшно представить. Ирина, спасибо, что написали к нам с таким вопросом. Видите, вот батюшка вам дал буквально пошаговую инструкцию, как можно прийти к своей цели, а именно прощению человека. Батюшка, а у нас есть еще один дозвонившийся к нам сегодня телезритель. Здравствуйте. Добрый вечер. Какой у вас вопрос для батюшки? У меня такой вопрос. Вот Бог создал человека Адама и сказал, что плохо человеку быть одному и создал жену Еву. А почему вот у церкви такое положительное отношение к одинокой жизни? Вот святые люди, они же в основном все люди одинокий образ жизни. И как бы их жизнь является идеалом христианской жизни. Вот получается какое-то противоречие, что вот Бог говорит, что человеку плохо быть одному и с другой стороны вот такое вот положительное отношение к церкви к одиночеству. Объясните мне это, пожалуйста. Большое спасибо. Спасибо. Спасибо за вопрос. Очень важный, да. Действительно большое количество святых это люди, которые одиноки. Кроме того, в основном монашествующие, да. С чем же связано это? Дело в том, что это связано со статистикой. Статистика такова, что большинство людей это люди семейные. И они спасаются в семье. Но апостол Павел говорит, что о женивыся печется о мирском больше. То есть ему тяжелее вот действительно быть постоянно в Боге. Ну и с него спросится меньше. То есть насколько он будет стараться находить вот в этих житейских моментах Бога, вот, настолько он и будет подвижник. Но ведь статистика еще другая. Сколько люди вообще обращают внимание на Бога. Так вот, если вот мы перевернем эту статистику, сколько среди одиноких людей служит Богу, да, которые ушли в монашество, их будет больше, чем среди семейных. И это понятно. И поэтому святых одиноких просто больше. Но все же в православии все одинаково. И мученики есть среди семейных. Мученики в том, что несмотря на все эти, всю эту суету, всю эту мирскую, мирские, житейские вот эти моменты, они все равно себя как ремень ставят и служат Богу. Вот это действительно мученики, ради Бога. А люди, которые становятся очень многодетными, у которых не то, что 5, а там 10, 12 детей. Исповедники, и мученики, и преподобные, потому что какая-то жизнь действительно ангелоподобные, потому что там уже ни развлечений особых, ни другое. Они буквально посвящают всю свою жизнь детям воспитания. Поэтому все же Бог, он в нашем сердце. И не важно, где человек себя принял. Но среди одиноких людей есть тоже и довольно большой процент. Они могут себе позволить взять и пойти в пустыню. Почему в пустыню? Там природа. Потому что в природе больше Бога. Там ему не мешает ничего. Семейный человек это не может позволить себе по одной причине, что у него есть багаж. И он ответственный пред тем же Богом. Вот и все. Это просто статистика. Напомню, что прямая трансляция нашей программы идет сразу на нескольких спасовских платформах в Рутубе, Одноклассниках и ВКонтакте. Под постами там тоже пишите ваши вопросы. Мы все с батюшкой видим и читаем. И вопрос как раз от Аллы из ВКонтакте. Батюшка, смирение – это принятие. А ведь бывают ситуации, когда надо побороться за себя и за близких друзей. Где границы между смирением и борьбой? Никакой границы нет. Смирение – это адекватная реакция к современной ситуации, к действительности. то есть если там надо бороться, значит, надо бороться. Со смирением – это когда ты понимаешь свое место, когда ты не фантазируешь, что я такой, а когда ты понимаешь, где я, где Бог, помолился Господу, Господи, благослови мне, как поступить. Если надо ударить кулаком, то значит, надо ударить кулаком и с любовью это сделать. Без гнева не позволить себе, раз ты смирен и кроток, то зачем тебе со злобой это делать? Но преградить зло момент воспитательный сделать? Конечно. Это адекватность. Смирение – это адекватность. Спасибо. Вопрос следующий. Батюка, как перестать корить себя за давние и уже очень давно исповеданные раскаяние грехи? Есть какие-то грехи молодости, совершенные до воцерковления, неумышленно забыты или помнятся смутно? Прощаются ли они после таинства соборования? Спаси Господи. Значит, если ты исповедовал этот грех, то больше о нем не смей вспоминать. А что ты не доверяешь, что Господь тебе их простил и сгладил тебя? А вот некоторые телезрители пишут, что я вроде исповедовалась, а меня что-то терзает внутри. Как в этом случае быть? А поговори со священником об этом. Если священник, посчитаю, сказать, ну давай еще раз повтори, а потом уже не будешь говорить. Почему? Потому что очень важно, мы совершали грехи. Если мы после раскаяния не будем о них забывать и свой взор не туда устремлять, назад, а вперед, если мы так не будем поступать, то тогда мы почувствуем этот багаж огромный, еще огромный, потому что с каждым днем все это будет больше. Если мы его стирать, как ластиком не будем, этот багаж нас раздавит. И враг рода человеческого специально в нашей голове опять эти моменты созидает для того, чтобы нас к малодушию призвать, к унынию привести, к депрессию вогнать, потому что тогда он сможет нами манипулировать, тогда мы будем побеждены. Не смей так поступать. Если же ты вдруг вспомнил и не исповедовал до этого, конечно, спеши на исповедь и говори. А по поводу соборования, какие же грехи? Забытые. То есть, если они забытые, то, естественно, ты их не знаешь. Тогда Господь видит, ну что, забыл по немощи. Прощаю тебе, раз ты просишь об этом. А в соборовании как раз об этом и просятся. Почек, а давайте коротко развенчаем миф про соборование. Некоторые просто к этому таинству относятся как к чему-то магическому, что оно буквально излечивает людей вот всех до одного, и что это какое-то невероятное таинство, непонятное для церкви. Ну вот расскажите. Значит, это все связано со статистикой. Дело в том, что раньше, если ты заболел, то больше вероятности, что ты можешь умереть. Вот. Но когда ты заболел, то, безусловно, тебе предложат церковь соборования. То есть молитва о исцелении. Это молитва об исцелении. Да. Вот. Но так как она связана с опасностью, то, безусловно, она связана и с прощением грехов. И тем более некоторые, действительно, болезни у нас от грехов. Много ел, ну, заболел. Да. Много пил, еще раз заболел. Не так себя вел, ну, естественно, заболел. Поэтому клинк, надо, безусловно, выбить этот клин, который вошел в нашу душу и ранит, да. Поэтому исповедь, исповедь, прощение грехов. И вот в этом плане что и сформировался этот момент, что часто это бывает при смерти. Но сейчас, слава Богу, у нас не так. Спасибо, Батюшка, На здоровье. Ну, а сейчас настало время ложить детей спать и сказку им прочитает Анна Ковальчук. Но сразу после этого мы продолжим отвечать на ваши вопросы, так что не переключайте канал. Рождественная книга. Это такая оратория. Там много оркестровых тем, там очень много голосов, очень много инструментов. И там хороший режиссер. Что касается сценария, то кому не знать, как ни человеку, работающему в кино и на ТВ, что от сценарного плана всегда есть отступление. Всегда есть замедление, ускорение, всегда кто-нибудь фальшиво использовал свою партию, нужно переигрывать все заново. Поэтому, если это сценарий, если это партитура, то не думайте, что все будет исполняться вот прям как по нотам, как бы, что мы держим в руках некий график исполнения событий. Графика в руках у нас нет. У нас нет дорожной карты происходящих событий. Мы имеем таинственную книгу, которая может двигаться вперед и назад, потом опять назад, потом еще больше вперед. И как бы сильно ошибались все те, кто пытались объяснять буквально апокалипсис и находить в нем историческую схему уже произошедшего. Это всегда не так. Там нет про вакцины, там нет про печати, там нет, вернее, про печати есть, про антихриста, да, страшного суда, там нет, там есть суд. Вот, но на самом деле там есть про все. Там есть про то, как человек отвращается от Бога, обращается к Богу, вразумляется казнями, не вразумляется ими. Там, в общем-то, это книга о человеке. И мы много страшного узнаем о человеке, и много великого. О том, какой он может быть небожитель, живущий на небе, и какой он может быть враг, Господень, кусающий себе язык от злости, все-таки упорно не хотящий покориться сидящим на престоле. То есть это откровение, в том числе, о человечестве и о человеке. Апокалипсис. Святые. Святые – это обычные люди, но которые проводили свою жизнь в постоянной молитве, посте, воздержании, в исполнении заповедей Божьих и таким образом угодили Богу. За это они получили от Господа особые дары. Исцеление, пророчество, чудотворение и после своей кончины удостоились Царства Небесного. Избыток любви, явленной святыми в земной жизни, подвигает их и на небе быть ходатаями за всех людей перед Богом. Святые отцы – это подвижники и учителя, праведники Христовой Церкви, прошедшие в земной жизни деятельный путь очищения от страстей и оставившие людям свои поучения и советы. Это итоговая программа «Главное». События недели, о которых говорят все и то, что увидели только мы. «Главное» с Анной Шафран. По воскресеньям. Подпишись на «Главное». Как говорил наш Мичман, незаввенный криворучка, уходим по одному, если что, мы – геологи. Авторский цикл Никиты Михалкова «Бесогон». По воскресеньям. Мы – Михаил и Екатерина Башкатова. Мы отправляемся в путешествие по православным святыням Северного Кавказа и Ставрополья. Очень красиво. Это фантастично. Божественно. Здесь христианство было и остается неотъемлемой частью духовного и культурного наследия. Это первый храм, который казаки построили на территории современной Карачаево-Черкесии. Мы откроем для себя множество жемчужин этих древних земель. Это южная стена города, а северная стена вот от той горы до реки. Мы заберемся в горы к уединенным храмам. Это чудо, конечно, это какое-то невероятное. Вообще невозможно оторваться. Вперед! К святыням России. Святыня России с Михаилом и Екатериной Башкатовыми. Священники-добровольцы отправляются на разные участки фронта, чтобы поддержать военнослужащих. Приходилось молиться во время боя? Да. Я туда молился, потому что давно-таки жутковато. Я считаю, что это твое второе рождение. Ты рождаешься обновленным на жизнь с Богом. Этот крестик, братец, был на Афоне, в Иерусалиме, на гробе Господня. Что он тебя хранит? Останавливается бабушка. Говорит, сынок, вот тебе и кулич. Это я должен ей дарить. Это вот какие-то все светлые люди с одной стороны и с другой стороны сильные духом люди. Почему есть война священная и война проклятая? Священная война. Исповедь Исповедь – это таинство, в котором верующий исповедует Богу грехи в присутствии священника и через него получает прощение грехов от самого Господа Иисуса Христа. Исповедь – это не допрос и тем более не вынесение обвинительного приговора согрешившему. Исповедь – это горячее покаяние сердца, жажда очищения, умирание для греха и оживление для святости. Исповедь – это великое таинство примирения Бога и человека, явление любви Бога к человеку. Вас приветствует семья Макарских. Это проект Святыни России. И мы снова в пути. Под мостом пойдем. Ваня, смотри. История христианства на донских просторах начинается еще с апостольских времен. Купея со святой водой находится прямо в центре города Милион. Я нахожусь буквально в 30 километрах от Белого моря. Мы идем на Анзер. Там вообще нет местного населения, живет только братья нескольких скитов. Это самая большая эпена Божьей Матери Всецарицы и я. Все, дальше ни машины ходу нет. И другого пути добраться в монастырь тоже нет. Ну, вот он. Волжский Афон. Святыня России с Антоном и Викторией Макарскими. Христианство есть единственное убежище русской земли ото всех ее зол. Если ваша семья находится на грани развода... Верить мужу у меня больше не получается. Если с детьми или родителями возникло непонимание... Есть только две причины, по которым распадается семья. Это смерть одного из супругов и блуд. Если вы не знаете, как наладить отношения с близким человеком... Где взять мудрость, где взять вот эту молитву о счастье... Наши священники, психологи и юристы готовы помочь и поддержать. Совершенно точно надо расставлять правилитеты. Мы вместе постараемся найти выход из кризиса и сохранить вашу семью. Господь, видя вот эту честность, видя эту правду, он обязательно поможет. Звоните нам плюс 7-985-063-94-94 или пишите на почту sossobakaspastv.ru Тут человека надо спасать. Тут не просто разъяснять, тут надо вымаливать уже этого человека. Служба спасения семьи. Крещение Крещение это одно из семи таинств церкви. Крещение это священное действие, в котором верующего Христа через троекратное погружение тела в воду с призыванием имени Святой Троицы омывается от первородного греха, а также от всех грехов, совершенных им до крещения, духовно умирает для жизни плотской, греховной, и, вновь рождаясь, облекается в благодать Божию для жизни Святой по Евангелию. Апостол говорит, мы погребли с ним крещением в смерть, дабы, как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Без крещения нельзя вступить в Церковь Христову и стать причастником благодатной жизни. 15 веков назад святой Иван Лествичник написал инструкцию восхождения на небо. Протеерей Игорь Фомин и Борис Корчевников в проекте Лествица нырнули следом за святым Иоанном в глубины знания о человеке. Книга по проекту Лествица делает этот непростой древний труд доступным и близким. 30 глав книги это 30 ступеней восхождения в небо. Всего 30 ступеней на то, чтобы стать человеком. Война В связи с обстрелом мы перейдем в крам. И Библия Нынешняя война это логичные библейские последствия, что у нас нерзости обильно произвели. Книга святого наших дней Николая Сербского с главными ответами и об этой войне. Некоторые берут в бой томаты свинец, некоторые берут с собой Библию. Господь победил смерть, смерть и смерть поправ. Почему она случилась? Сейчас идет война с миссами. Кто в ней виноват? Это вражда против Бога, это вражда против человека. Библейские законы войны. Он дарует жизнь человеку, свое время он и забирает. И библейские рецепты победы. Это битва, которая сейчас идет. она за нашу веку. Почему на войне нет неверующих? Смерть находится буквально в мельмедии. К Богу уже идет не вопрошение, а уже идет крик. Ужайся и докрепится сердце твое. И как на войне воюет сам Бог? Господь знамя не мое. Святитель Николай Сербский, протеерей Игорь Фомин, Борис Корчевников, воины и мирные жители Донбасса, в телепроекте «Война и Библия». Игорь Петровский Тест на правду Книга «Имя России. Духовная история страны» известного журналиста и телеведущего Бориса Корчевникова уже в продаже. Историю пишут двое Бог и человек. История это откровение о Творце его замысле и о нас самих. Кто мы и что можно понять про нас поняв нашу веру. Понять логику Творца, смысл, причины и цель всего, что с нами происходило и происходит значит понять Россию. Значит назвать имя России. Информация о продаже книги Бориса Корчевникова «Имя России» на сайте спас-тв.ру Был момент, когда я хотел с жизнью расстаться. 12. Первый на телевидении проект о борьбе с алкогольной зависимостью. И вы сделали свой первый шаг. Вы приехали сюда. Телеканал «Спас» при поддержке Синодального отдела по благотворительности в рамках нацпроекта «Демография» представляет третий сезон телецикла «12». У нас есть возможность рассказать о вашем пути преодоления. 12 новых героев решили изменить свою жизнь. У него умер отец, я сильно запил. Ну, чекушку вечером, норма моя была обычно. Смогут ли они найти в себе силы преодолеть зависимость? Вы действительно готовы? Да. Готовы? Тогда с Богом. 90 дней 12 добровольцев будут пытаться преодолеть зависимость, которая чуть не сломала их жизнь. 12. Книга по проекту телеканала «Спас» профессор Осипов «Зачем Бог?» Ответы на главные вопросы веры. Ищите на книжных полках страны и на сайте «Спас ТВ. Ру». Вера А какое счастье ходить всей семьей на службы. Надежда Что Господь вот он, вот он рядом. Терпение Слово не значит ничего, а значит только как оно рождается. Прощение Прощать мы должны в том числе и тогда, когда у нас прощения не просят. Любовь А о чем еще писать-то по этому? О самом главном. Авторская программа Владимира Легоиды Парсуна теперь и на страницах книги. Любое творчество серьезно понятое, это собеседование с ним. Откровение известных людей о Боге, о вере, о личном. То, о чем они никогда раньше не говорили. В новой книге телеканала «Спас» собраны избранные интервью Владимира Легоиды с актерами, учеными, священниками, режиссерами и многими другими. Подробную информацию о книге Парсуна ищите на нашем сайте «Спас-ТВ.Ру». Его знает близко почти каждый человек в церкви, но найти точные слова, чтобы описать его, сложно. В Библии он и огонь, и свет, и голубь, и сильная буря, тихое дыхание ветра. Дух приходит, как свежий ветер. Дух святой дает мир. Вокруг головы цвет, иногда даже лица не видно. Я не прошу этого, потому что я испытаю себя недостойным. А я не свечусь, почему? Нет, вы светитесь. Этот огонь создал из них новых людей. Огонь все пожрет, все очистится. Батюшка, вводники, ты меня прости. Приди, приди, призываю Святого Духа, приди и защити меня. Трилогия Бориса Корчевникова Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Святой Дух. Я не понимаю, как сделать этот фильм. Может ли этот платок быть Туринской плащаницей? Как изображение появилось на полотне? Какую роль образ Спаса Нерукотворного сыграл в истории России? Спас Нерукотворный. Так христиане называют образ Иисуса Христа, который появился благодаря чуду. Иконописцам оставалось лишь копирно, то, что стало архетипом. Пираны, которые напоминают нам раны от гвоздя. Скульптура позволяет нам увидеть, каким был Иисус, когда его перенесли в пещеру. Образ особенный, непостижимый. Все Евангелие в одном изображении. Спас Нерукотворный, неразгаданный образ Христа. Вера. На этом месте почти 700 лет назад будет заложена Церковь в честь Пресвятой Троицы. Так начнет свою историю Троица Сергия Валабра. Духовное сердце России. Вызовы. Частичная военная мобилизация. Если для резервистов она и вправду частичная, то для верующих людей наступила мобилизация полная. Человек. Мы находимся на территории Храма Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке. Именно за его алтарем и похоронен отец Дмитрий Смирнов. История и будущее. Достижения и ошибки. Герои прошлого и современники, которыми мы гордимся. Мы ответственны за будущее нашей страны. Точно так же, как было ответственны Александр Ницкий и Данил Галецкий. Разгадать русскую тайну. Как и почему Москва стала центром православной России? Что такое духовная мобилизация? И почему так важно знать историю своего народа? Это «Русский мир». Программа не о политике, а о каждом из нас. Когда надо крестить ребенка? Определенного времени для совершения таинства крещения младенцев церковными правилами не установлено. Православные христиане обычно крестят своих детей в период с 8 по 40 день жизни. Откладывание крещения детей после 40 дня рождения нежелательно. Это свидетельство... Программа «Прямая линия. Ответ священник» снова в эфире. Напомню, что на вопросы ваши отвечает сегодня протоиерей Михаил Зазвонов. И вы можете легко дозвониться к нам в прямой эфир. Например, по телефону горячей линии. Этот номер вы сейчас видите внизу ваших экранов. А также вы можете дозвониться к нам в скайпе по двум поисковым словам «Ответ священника». Ну и нашего чат-бота в Телеграме найти также легко по этим же двум словам «Ответ священника». И также вы можете записать заранее и присылать к нам свой видео-вопрос в WhatsApp по номеру 8495-6268183. Ну и электронная почта у нас также работает. Вопрос собачка с пастой.ру и как раз на нее пришел следующий вопрос. Добрый вечер, батюшка. Часто слышу от православных, что надо ехать в Девеево, надо ехать к Матроне, надо, надо, чтобы помолиться и попросить о своем сокровенном. А если нет такой возможности, как влияет или нет пребывания и молитвы в святом месте и искреннее обращение к любым святым в сельском или городском храме и дома. Спасибо. Ну, на нет и суда нет. Значит, не надо, раз нет возможности. Почему говорят, нужно ехать к Матроне или к Девеево? Потому что это связано с действием благодати. А у нас есть несколько источников благодати. Это причастие, таинство церкви, которые нам дают благодать. Это чтение Слова Божия, потому что действительно не читая, мы приобретаем эту благодать. Это святыни наши, да, прикасаясь к ним, мы получаем тоже от Бога благодать с молитвой. Это молитва сама по себе, то есть очень сердечная молитва, да, такая умная молитва ее действительно называют, да. И еще это паломничество. Почему же оно нам дает благодать? Почему иногда, когда у нас не хватает благодати, ее надо восполнять? Дело в том, что благодати мешает суета. И когда мы едем в паломничество, мы целенаправленно, тематически, информационно, как бы, вот, смотрим только на цель. И вот этой суеты становится меньше. Следовательно, наше сердце, оно располагается, оно становится, вот, без этой суеты и лучше воспринимает эту благодать Божию. при этом, если есть возможность, надо обязательно паломничать. Вот, но это не обязательно. Можно и в келе своей тоже это сделать. Отец Михаил, спасибо за ответ. А у нас есть дозвонившийся к нам сегодня телезритель. Здравствуйте, мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Какой у вас вопрос для батюшки? Здравствуйте. Здравствуйте, мы вас прекрасно слышим. Здравствуйте, отец Михаил и здравствуйте, ведущий Александр. У меня вопрос по Евангелию. Алло. Да, сдавайте его, пожалуйста. Так, по Евангелию. Иван Георгиев, глава 16, притча о неверном Думу правителе. Вот. В конце этой притчи Господь как бы делает призыв такой, призывать слова Господа. Я говорю вам, приобретайте себе друзей богатства неправедным, чтобы они, когда обнищать и приняли вас в личные обители. Вопрос такой, что такое богатство неправедное? Спасибо. Да. Батюшка, что смысл? Смысл этой притчи в одном только. Господь говорит, ну вы посмотрите, сколько человек прилагает сил для того, чтобы вот стяжать, да, трудиться изо дня в день, да, помните, не ест и не пьет, в копилку кладет, помните, по знаменитой песенке. Вот. Действительно, человека не надо много заставлять, он сам будет стяжать, стремиться к стяжательству. Это у него природное, от этой искаженной злой уже нашей природе. А вот, чтобы сделать путь к Богу, нам уже этого не хочется. И поэтому Господь говорит, а вот посмотри, задайся вопросом, сколько ты тратишь времени, сил для удовольствия, и сколько ты тратишь для Царства Небесного. Вот так вот делай то же самое, сколько ты принимаешь вот этим богатством неправильным. Обогащайся для Царствия Божия, и тогда ты будешь его доследником. Батюшка, спасибо большое. Сразу после нашей программы начнется фильм Юлии Варенцовой о священномучнике Петре Полянском. Вот, Батюшка, такой вопрос. Дело в том, что есть хорошее выражение, что мы должны помнить дни древние, чтобы как раз учиться от них. Но буквально вот 70 лет, получается, в советское время мы предали забвению. И многое, что связано с нашими, в том числе, новомучниками и нашей историей, мы забыли. Как нам можно восполнить этот пробел? Давайте порассуждаем, что нам дал этот период и о подвиге новомучников. Ну, сразу вспоминаются слова нашего президента по поводу канадского парламента. Говорит, если тот человек не знал, за кого воевал этот тот безобразник, во второй мировой войне, за кого он был, то тогда он идиот. Так вот, действительно, получается, что мы умудряемся, когда знаем свою историю и когда нам, значит, есть, что вперед сделать. То есть, мы всю нашу жизнь тогда через призму тех ошибок, которые наши предки сделали, мы уже будем мудрее. Поэтому все философы в один голос говорят о том, что народ, который не знает своего прошлого, не имеет будущего. Иван Лин говорит, например, о том, что он превращается сам в исторический песок. И поэтому так получилось у нас уже эту дань, что 70 лет нашей жизни, вот, нашего отечества предано было специально завдению. Не говорили в советское время, не в школах, вычеркивали, однобоко представляли историю, а надо ее это восполнить обязательно. Иначе мы опять на эти же грабли наступим. Поэтому новомученики это тот террор, та негативная страница в нашей истории, которая нам нужно знать, чтобы не совершить опять промах в будущем. И поэтому сейчас, мне кажется, каждому нужно, особенно православному христианину, особенно православному христианину, вот это, вот приступить к этому и узнать, кто они, святые новомученики, что они отдали жизнь за право, чтобы мы сейчас молились. Батюшка, спасибо вам большое, это все вопросы на сегодня. Напомню, что на ваши вопросы сегодня отвечал протеерей Михаил Зазвонов. Я также хочу поблагодарить нашего сурдопереводчика Неля Пряничникова, также помогала нам этим вечером. Ну а мы с вами увидимся уже завтра ровно в 8 вечера на телеканале Спас. Храни вас Господь! У нас снова звонок, Анна, здравствуйте. Здравствуйте. Вы слышите меня? Да, мы вас слышим. Как правильно нужно молиться, на что нужно обратить внимание в молитве? Пожалуйста, если есть возможность, помогите, пожалуйста. Помогите, батюшка.